На парламентских выборах список Единой России в главе с вами получил 99% голосов в Чечне, при явке 99% похожих результатов в Ингушетии. Как вы думаете, это реальные цифры? И как вы думаете, может ли Дмитрий Медведев повторить такой же результат в марте? Спасибо. Кто у нас из Чечни? Вот коллега из Чечни. Как вы думаете, это реальный результат выборов в Чечне? Почему вы так думаете? Дайте мне кажется. Наверное, тот, кто был в Чеченской Республике в последний момент, как Единая Россия возглавила парламент страны, тот, наверное, сам знает, что конкретно делает эта партия в Республике. Там разительные перемены, как в экономике и социальной сфере, так и в восстановлении инфраструктуры, жилья. Это абсолютно реальные цифры. Лично все мои знакомые, в том числе я, голосовали за Единую Россию. В первую очередь за стабильность. Вы знаете, я присоединюсь к мнению вашего коллеги. Ведь народ устал. Гражданская война продолжалась чуть ли не 10 лет. И люди увидели, в конце концов, свет в конце тоннеля. Они поняли, что к ним относятся с уважением. Их интересы учитываются. И Федеральный Центр, наконец, начал не просто говорить, а вкладывать реальные средства в восстановление социальной инфраструктуры и экономики. Я, когда первый раз в 1999 году приехал, прилетел в Чеченскую Республику, мы встречались с местным населением в школе какой-то. Там даже не на чем было сидеть. Они мне сказали, дети даже стулья приносят с собой в школу. И это в условиях непрекращающейся агрессии со стороны международного терроризма. Ведь дело дошло до того, что похищения людей происходили внутри самого чеченского народа. Такого никогда раньше не было, в прежние десятилетия и столетия даже. Начали зарабатывать деньги на похищение представителей своего собственного чеченского народа. Две тысячи человек было продано на грозненском рынке, как скот продавали. Но люди устали от такой ситуации. И поэтому, когда появилась политическая сила, с которой люди начали связывать возрождение республики, я вполне допускаю, что это объективные цифры. Добрый день, Владимир Владимирович. Во-первых, если вы позвольте, я хотел буквально двумя словами ответить коллеге из такого уважаемого издания «Фигаро». Я просто скажу двумя словами. Наши беды в регионах начинаются тогда, когда наши внутренние дела лезут извне, в том числе и за рубежи. Что касается итогов выборов, я не в избиркоме работаю, но я могу одно сказать, что касается итогов. Я как избиратель и моя семья, это около десяти избирателей, мы все голосовали и голосовали за действующего президента Владимира Владимировича Путина. А теперь вопрос у меня как раз близко к этой теме. В последнее время, в общем, предпринимаются различные попытки дестабилизировать обстановку в нашем регионе, в том числе и за океаном. Как вы думаете, что можно этому противопоставить и как вы вообще в целом оцениваете обстановку в нашем регионе? И второй вопрос. Несмотря на определенные результаты, проблема возвращения обустройства вынужденных переселенцев из Северной Осетии, а это около 20 тысяч человек, все еще остаются на территории нашей республики, что, безусловно, сказывается и на социально-экономической, и на общественно-политической ситуации республики. Если вы возглавите кабинет министра Путина, и вы и впредь уделяете этой проблеме, как и сейчас, самое такое пристальное внимание до окончательного решения. И еще, Владимир Владимирович, я, может быть, извините, что эмоционально, я, наверное, рекордсмен по количеству заданных вопросов. Я почти ежегодно приезжаю на эту пресс-конференцию. Я хотел бы вас искренне поблагодарить, что вы нас внимательно слушали, порой наши некорректные вопросы. Спасибо вам. Значит, что касается самого острого вопроса переселенцев и беженцев, конечно, мы должны решать эту проблему. И решать ее нужно таким образом, чтобы люди, которые живут в тех регионах, куда должны беженцы возвращаться, чтобы они это приняли тоже. Потому что чисто формально, юридически поддавливая на местное население, мы не добьемся комфортных условий сосуществования. Это требует терпения, выдержки. Но что точно мы должны сделать со стороны федеральных властей, это обеспечить материальную составляющую. И возвращение беженцев от тех, кто хочет приобрести дома в других местах, должны иметь эту возможность, получая соответствующие средства из федеральных источников финансирования. Значит, наконец, попытки дестабилизировать ситуацию. Почему-то кто-то решил, что Ингушетия – слабое звено на Кавказе. И действительно, мы видим попытки как-то подрешатать ситуацию. Под разными лозунгами, в том числе и под лозунгами поддержки действующего президента Российской Федерации. Я внимательно наблюдал за происходящими там процессами. О чем это говорит? О том, что нужно целенаправленно и более эффективно, может быть, и региональным властям, и федеральным решать социальные задачи, и социальные проблемы людей, которые там проживают. Самая большая безработица в Ингушетии сегодня. И мы об этом хорошо знаем. Но у нас есть соответствующие планы развития республики. Мы будем, безусловно, следовать этим планам. При безусловной поддержке жителей Ингушетии. А мы эту поддержку чувствуем. Субтитры создавал DimaTorzok